Общее сведение. Травматический периодонтит – воспаление соединительно-тканной связки, волокнами которой заполнено пространство между корнем зуба и лункой, в результате механического раздражения. Патология может протекать остро или хронически. Острый травматический периодонтит чаще диагностируют в детском возрасте, тогда как хроническое повреждение периодонта встречается. В основном у взрослых пациентов. Факторами риска в развитии дентальной травмы являются патологии прикуса и аномалии положения отдельно стоящих зубов, прогнатия. Дистальный прикус, спротрузии передней группы зубов, глубокая травмирующая окклюзия. Острый травматический периодонтит приблизительно в два раза чаще выявляют у мальчиков. При своевременном лечении прогноз благоприятный. Травматический периодонтит – причины травматического периодонтита. Острый травматический периодонтит возникает вследствие кратковременного воздействия силы высокой амплитуды, что бывает, например, при ударе или падении. Также к развитию травматического периодонтита может привести нарушение протокола эндодонтического лечения, а именно повреждение. Периодонта на этапе инструментальной обработки каналов. Причинами хронического травматического периодонтита являются артикуляционные нарушения, возникающие в случае нерационального протезирования. При завышении высоты прикуса на отдельных зубах, что, в свою очередь, вызывает появление патологических узлов жевательной перегрузки тканей периодонта. То же самое наблюдается при несоблюдении правил формирования жевательной поверхности во время выполнения прямой реставрации. Микроскопически при остром травматическом периодонтите в периопекальных тканях нарушается целостность соединительнотканных волокон. Замедляется скорость кровотока, повышается проницаемость сосудов. В патологический очаг устремляются лимфоциты, нейтрофилы, макрофаги. В начальной стадии воспалительный эксудат состоит из соединения белковой природы альбуминов и моноглобулинов. При отсутствии должных лечебных мероприятий сирозный травматический периодонтит переходит в стадию гнойного воспаления, что местно проявляется выраженным отеком соединительной ткани, полнокровием сосудов, увеличением количества микроорганизмов и защитных клеток крови, нейтрофилов. Патологоанатомическая картина хронического травматического периодонтита имеет сходство с фиброзным воспалением. Микроскопически выявляют разрастание в опекальном периодонте тяжей грубоволокнистой ткани, присутствует незначительная инфильтрация нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов. Классификация и симптомы травматического периодонтита по характеру течения выделяют две формы травматического периодонтита. Острый травматический периодонтит. Возникает вследствие удара, травматического повреждения. Характеризуется выраженной клиникой. Воспаление тканей периодонта может сочетаться с нарушением целостности корня, разрывом сосудистонервного пучка. Хронический травматический периодонтит. Развивается вследствие воздействия на зуб повышенного жевательного давления в течение длительного отрезка времени. Протекает со стертой клиникой. Наличие вредных привычек, прикусывание карандаша или других предметов, игра на духовых инструментах – все эти факторы увеличивают. Риск возникновения хронического травматического периодонтита. При остром травматическом периодонтите пациенты жалуются на появление выраженной болезненности в участке причинного зуба. При накусывании болевые ощущения усиливаются. Слизистая в проекции верхушек корней гиперемированная, отечная. Вертикальная перкуссия резко положительная. При травматическом периодонтите также может наблюдаться патологическая подвижность причинного зуба, кровоточивость из десневой борозды. Разрыв сосудисто-нервного пучка вызывает окрашивание зуба в розовый цвет. Если травматический периодонтит осложнен косым переломом корня зуба, в ходе осмотра удается выявить линию нарушения целостности, проходящую через коронковую часть. Отломанные фрагменты подвижны. Хронический травматический периодонтит протекает бессимптомно. Как правило, пациенты обращаются в стоматологию с жалобами на дискалорит-пигментацию зуба в результате пенетрации гнилостных продуктов распада пульпы. Вглубь дентинных канальцев зуб становится серым. Присутствует незначительная болезненность при жевании, накусывании. Диагностика травматического периодонтита. Диагностика травматического периодонтита включает сбор жалоб и данных анамны за проведение физикального осмотра, рентгенографию и ОДЭ. При остром травматическом периодонтите врач-стоматолог выявляет ярко-красную отечную, болезненную при пальпации слизистую в участке. Верхушек корней причинного зуба. Вертикальная перкуссия положительная. Может наблюдаться нарушение целостности кожи при ротовой зоне, слизистой оболочке преддверия полости рта. При частичном вывихе диагностируют патологическую подвижность причинного зуба 1, 2 или 3 степени. У пациентов с хроническим травматическим периодонтитом выявляют дискалорид, эмаль становится серой и тусклой, вертикальная перкуссия положительная. Рентгенографически при остром травматическом периодонтите патологические периопикальные изменения отсутствуют. При сочетании травмы периодонта с переломом корня на рентгенограмме обнаруживают одну или несколько линий нарушения целостности в виде полосок просветления. При прицельном рентгенологическом исследовании причинного зуба у пациента с хроническим травматическим периодонтитом определяют расширение. Периодонтальные щели вокруг верхушечной трети корня. Как правило, сразу после острой травмы показатели возбудимости пульпы снижены, но со временем жизнеспособность может восстановиться. О гибели пульпы свидетельствуют значение ОД от 100 МК и выше, сохраняющиеся на протяжении нескольких недель. Дифференцирует травматический периодонтит с частичным вывихом зуба, переломом корня. Пациента обследует стоматолог-терапевт. При сочетании травмы периодонта с нарушением целостности корня для выбора оптимального метода лечения показана консультация хирурга-стоматолога.